Друзья, у нас сегодня интересное видео. Мы будем сравнивать два проектора от Epson. Это топовые аппараты LS11000 и LS12000. Белый и черный, только не горелый. Посмотрим, как они отрабатывают по контрастности, по яркости. У нас подготовленное помещение, экран 110 дюймов очень хорошего качества, кабель AudioQuest оптический, поэтому будем смотреть. Выбираем, какой лучше, стоит ли переплачивать. Поехали, друзья! Как вы видите, у нас все выставлено по дефолт. Это новые проекторы, Normal, Normal. Источником служит приставка Nvidia Shield, которая подключена к ресиверу Tone Winner, нашему подопытному, отличному аппарату, который качает все без каких-либо проблем. Проектор у нас сейчас более старшая модель. Как вы видите, все по Normal. Он новый, только что повесили. Все сделано по Feng Shui. Включаем Kodi Player, достаточно высокого качества. И что нам надо? А нам надо найти Джона Уика, друзья. Референсный фильм для просмотра, для теста. Это Джон Уик. Посмотрите, очень такая сложная сцена, достаточно контрастная. Используется HDR. Давайте сравним, как отрабатывает наш 12-тысячный проектор. Посмотрите на градацию. Достаточно неплохо. Кстати, детализация тоже отличная. Давайте посмотрим. Оп! Сцена насилия. Одна из сложнейших сцен. Взгляните на эти фонари, которые светят. Видно прямо, как воздух переходит. Вы видите, замечаете это на видео? Вот это очень тяжелая отработка. Это настоящий такой вот HDR качественный контент. Вот на плохом телевизоре, на плохом проекторе, на плохом источнике это все будет казаться крайне странно. Здесь же мы видим вот эти вот все градации и смотрится картинка великолепно. Посмотрите, даже можно, в принципе, отличить какую-то текстуру на его пиджаке. Да? Так же, друзья? Или нет? Я не прав. Обратите внимание на ее лицо. В принципе, видны даже прыщики. Неплохо. Очень неплохо. Джон Уик также очень хорошо виден. Опять же, смотрим на детализацию. Супер. Картинка отличная. Вот эта сцена знаменитая. Пошли стреляться, убивать друг друга. Зачем? Они могли просто встретиться, выпить чашечку чая вместе и все было бы хорошо у них. Еще один бенчмарк для вашего телевизора, либо проектора. Сцена на час сорока. Буйство красок, отражение, переотражение, опять же, тени. Ну, просто оцените качество картинки. Оно прекрасное. Хотя, опять же, вот по контрастности мне не очень нравится прям эта картинка. Ну, опять же, если придираться. В упор, когда подходишь, конечно, детализация очень сильно падает. Ну, неплохо. Друзья, перед вами Безумный Макс. Дорога ярости. Один из тоже эталонных фильмов, как по части картинки, так и по части звука. Сейчас вы увидите, сцена достаточно светлая, но, тем не менее, здесь можно рассмотреть очень много нюансов и протестировать ваш проектор, либо телевизор. Посмотрите на этих белых человечков, как кожа у них видна. Прям все очень круто. Ну, вот, светлые сцены Epson показывает просто мега классно. Давайте нажмем на паузу, рассмотрим его текстуру. Ну, хорошо, хорошо. Отлично. Динамичная сцена. Опять же, кожа вся видна. Песок. На дальнем фоне какие-то русские едут, сейчас пытаются их догнать. Ну, оцените, друзья. Очень крутая картинка. Я надеюсь, что вы видите качество. Прям сложно к чему-то придраться. И ярко, и контрастное. Немножечко, конечно, может быть, я прибавил бы яркости, но в целом, в целом все круто. И динамика отличная. Также очень тяжелая сцена. Вроде как она такая синевой, и в то же время здесь надо иметь очень хорошую контрастность, чтобы все это передавать. Она не яркая, но, тем не менее, картинка здесь, вот на данном проекторе, практически эталонная. Супер. Видите, да? Давайте мы остановим, чтобы вы посмотрели. Ну что ж, друзья, вы оценили более старшую модель, меняем на более младшую. Друзья, перевесили другую модель, теперь у нас беленький висит, младший, с меньшей контрастностью, с меньшей яркостью. Поэтому смотрим, делаем свои выводы и оцениваем два продукта топовых проектора от Epson. Друзья, та же сцена. Смотрим по контрастности, по яркости, по цветопередаче, которая, к слову сказать, примерно такая же. Но все-таки по контрастности, мне кажется, разница небольшая есть. Ну, вы сами можете убедиться. Может быть, я и не прав. Напишите, пожалуйста, в комментариях. И по яркости также картиночка чуть-чуть менее сочная. Ну, а так, во всем остальном, примерно то же самое. Опять же, сложнейшая сцена, где он в катакомбах. Давайте смотреть вот на этот вот свет, который исходит от ламп. Давайте смотреть на тени, на его костюм, на яркость, которая, как мне кажется, все-таки немножечко поменьше. Хотя, опять же, мощность лампы у нас установлена на максимум и там, и там. Смотрим на свет. Ну, оценивайте, друзья. Все делаем ради вас и для вас. Опять же, наша главная плохая девочка. Смотрим на ее кожу. Ну, вроде как все то же самое примерно. Но надо оценивать, надо сравнивать. Неплохо, неплохо. Вот начали его стрелять, пытаются нашего Джона Вика обидеть, но ничего не получается. Динамичная сцена. Опять же, вот эти вот синие тона. Смотрим на ее костюм, смотрим на тени, смотрим на отражения. Ну, да, картинка, наверное, все-таки похуже. Согласен, согласен с нашим режиссером Павлом. Посмотрите, текстура. Ну, здесь вообще не видна текстура у главной героини пиджака. Ну, лицо, в принципе, видно, что не идеальное. Хотя кому-то нравится. Смотрим на нашего безумного Макса. Ну, видно яркость прям меньше. Вот эти вот 200 люменов, они чувствуются, заметьте. Хотя, опять же, по резкости примерно то же самое. Ну, контрастность поменьше. Стоит ли это дополнительных денег, решать вам. Мне кажется, что, наверное, стоит. Вот они наши русские. Смотрим, как все прорисовано. Вот на расстоянии метра три вообще прям все идеально. Опять же, друзья, обратите внимание на его кожу, на его очки, на главную героиню, на волосы на ее руках. Ну, прорисовано все отлично. Но вот яркости. Мне немножко не хватает здесь яркости. Хотя, опять же, 2500 – это достаточно большие показатели. Пыль очень хорошо видна. Взгляд какой, да, серьезный. И вот сейчас будет сцена, отлично. Очень интересная сцена, когда она будет стрелять из снайперской винтовки. Опять же, смотрим на яркость. Смотрим на контрастность. Все более-более чем хорошо. Одинокое дерево, которое стоит. И, опять же, вот эта сцена, как по мне, здесь выглядит прям значительно хуже. Как-то нет вот этого эффекта. Но, опять же, это если сравнить эти два проекта. Буквально там пять минут назад я смотрел на более старшей модели, она мне показалась намного более лучшей, более, скажем так, трогающей, чем на этой модели. Как подсказывает наш дорогой оператор Павел, картинка менее плавная. Я вот пока не могу понять, но, возможно, да, возможно, так и есть. Опять же, друзья, напишите, пожалуйста, в комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ну, а так вы можете насладиться через нашу лучшую камеру Sony вот этим вот видом. Ларчик открывается и выдает нам шикарную картинку. Но какой лучший проектор, белый либо черный, решать вам. Разница между нашими героями порядка 60-70 тысяч рублей. Она может быть даже доходить, наверное, до 100, но это не суть. Что делаем, какой выбираем, пожалуйста, пишите в комментариях. Нам важно ваше мнение, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...